Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на земле. Всем вам желаю от чистого сердца всякого блага, мира, счастья, добра, долготерпения и в душу вашу, и в дома ваши, чтобы все у вас было хорошо, но я сколько могу, стараюсь всегда способствовать счастью тех людей, которые меня окружают. Вот, сегодня хочу поговорить на такую тему, как труд проповеди, благовестия, учительства. Ролик, наверное, длинный получится, готовьтесь сразу, хочется поделиться, обнажить свое сердце, как я это обычно делаю, поделиться помыслами сердца своего. Я начну, рассказывать я буду о себе, это не так, что проповедь, я этот ролик добавлю в плейлисте о себе и на страничку помощи, поддержки на своем сайте. Я, в принципе, много, конечно, говорил, но хочется еще немножко открыться, да. Ну, я от вас, в общем-то, не скрываю, вся моя жизнь у всех на виду. Я начну, знаете, откуда, о том времени, когда Господь призвал меня. Кто давно смотрит, знает, но кто нет, заодно и познакомится так кратенько. И все-таки мне хочется такую, чтобы не вырвано было, а рассказать. Вот, практически 10 лет назад Господь призвал меня, тогда открылся мне. И я вот вкратце эти периоды расскажу, да, кто знает, как это было. Когда Он меня призвал и сказал мне купить Библию, вы помните, да, у меня было явное откровение. Господь осеял меня светом, теплом, любовью, вот это и все. Я это видел, созерцал. Господь меня обнял, что-то такое. Я пытаюсь человеческими словами передать как-то это. Вот, была радость, счастье такое, да. И был его голос, действительно, который мне сказал, купи Библию, да. Был он там внутри, снаружи. Это не суть важная. Мы как будто это понимаем, мы не понимаем, как это было. Никто этого, кроме меня, не видел. Я сидел среди людей. Это была учебная аудитория курсов по народной медицине. В аудитории было человек 20-30-40, я не помню, сколько была группа уже. Ну, достаточно большая. Человек 30, наверное, у нас было. Вот, класс. Никто этого не видел, ничего не слышал. Я один все это видел, созерцал, понимал. В тот день я купил Библию, и с этого началось мое уже познание Бога, явившегося во плоти. 2000 лет тому назад. Я жил гражданским браком, да, было у меня даже несколько женщин. И год я изучал, стал я изучать все, там, Коран, Буддизм, Иудаизм, Индуизм, все подряд, да. Через год, можно сказать, я сознательно утвердился, да даже меньше, в христианстве, в истинном христианстве, именно в учении Иисуса Христа. И тогда я оставил все через год. То есть год я жил обычной жизнью, в принципе, всем стал интересоваться. Ну, конечно, оставил меня свою жизнь. Я помню, в один день я бросил пить, курить, все это, да. Я все рассказывал. Это тоже был непростой год, он был далеко уже. Я вообще, я сильно, резко начал меняться. Там тоже были еще несколько откровений, явления. Кому интересно, общий плейлист обо мне есть. Там я все ролики старался, которые я говорил, себе рассказывал. Собирать, кому интересно, кто я, что я, можете туда обратиться, посмотреть. Если сами не найдете, ссылку попросите в комментариях, я всегда дам. И вот проходит этот год. Я обычно работаю, содержу сам себе, трудяюсь пятами рук своих, как говорится. Работаю я разным. У меня много профессий, я много чего умею и руками, и головой. При этом я ни в чем не достиг каких-то успехов, знаете. Потому что я никогда не любил однообразную работу, сферы, деятельность одни и те же. В этом плане я и ничего не добился при этом. И похвалиться мне как бы нечем. Хотя я много чего умею, я говорю, и руками, и головой, и разной профессии имею. Некоторые достаточно, я считаю, неплохо могу что-то делать. И проходит год. Я оставляю гражданскую жену свою, одну, вторую, так как их назовем. И ухожу. Еще год я уже, конечно же, живу один. Я прекращаю всякое общение со всеми женщинами. Я продолжаю работать, правда, заниматься мирскими. Так как это говорят, мирской работой. То есть я занимался в том числе и, кто знает, открытием, как я их называю, пятийно-развлекательных заведений, клубов, ресторанов, кафе. И именно этот год я, можно сказать, этим и занимаюсь. Ну, разными. Там я успел и в банке опять поработать, там, на одной должности руководящий. И вот эти. И ремонт, и руками работал. И опять меня, да, приглашают там пооткрыть у этих заведений. То есть год я еще живу среди тех старых своих знакомых, общений, работ. Но я уже целиком весь в Писании, в христианстве, в истории мира, церкви. Я начинаю полностью поглощать всю возможную в мире, какая есть информация, какую я могу собрать. И я целиком в этом. Мне ничего не надо. Даже когда я там эти клубы по разным городам ездил, открывал, я жил отдельно всегда. Когда мне снимали, ну, у меня, так скажем, райдер, как это называют, условия, да. То есть у меня всегда была отдельная квартира зачастую. Ну, или как минимум комната. Вот. Я уже целиком был в этом. Вот. Хоть я работал, кто знает, руководящие должности, они все связаны с режимом работы, так называемым 24 на 7. То есть, в принципе, ты пашешь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну, понятно, это образное выражение, что, конечно же, ты отдыхаешь. Вот. Но, действительно, твой график не нормированный. И, в принципе, это, естественно, больше 40 часов в неделю. Это порой и 60, и 70 набегает. Вот. Потому что работаешь ты чуть ли не по 12, по 16 часов, захватываешь и субботы, и воскресенья. Но ты, в основном, конечно, как руководитель, ты сам себе хозяин. Просто какие-то свои дела ты можешь решать ни перед кем, ни оправдываясь, ни отчитываясь, никого даже порой не предупреждая. Вот вся разница. А пашут, конечно, любые руководители пашут очень много, и всю свою жизнь полагают на эту работу. Но это я не умоляю сейчас о работе руками. Я сам много работал руками, имею много профессий разных, вот, специальностей, так назовем, как угодно. Или навыков, если хотите, рабочих. Еще год я живу такой жизнью. Через год я все уже оставляю это, и я там собирался в монастырек поехать, в наш тут местный. Узнают мои знакомые. Увозят меня там, приглашают к одному вот этому батюшку, кто знает, в пузе, в деревню. С этого начинается еще иной этап жизни. Правда, меня хоть и туда приглашают, но там я надолго не задерживаюсь. Я начинаю скитаться по разным тоже деревням. Я начинаю пользоваться такими сайтами, я как помню, деревня онлайн, РУ, что-то такое. Я ищу работу в разных отдаленных уголках нашей необъятной ротины, в каких-нибудь заглушьях, где я действительно мог бы быть предоставлен сам себе. Вот, я говорю, я работаю в основном руками. Вот там в теплицах, где еще в деревне работать. Я вот по интернету нахожу такие живые, там чуть ли не в сараях, кто знает. И вот я действительно, все, что дальше продолжается, моя жизнь в том же самом русле. Но единственное, я говорю, в отличие от руководителей и того места, что я жил, в Воронеже, друзья, вот из общения, я все обрываю, все связи. Я ни с кем не общаюсь. Я отключаю телефон, можно сказать, на несколько лет. И я действительно полностью ухожу во все эти знания, во все эти познания. Где-то так прошло, наверное, два года, получается. Да, я несколько раз в Пузево, помню, раза три мы оттуда приезжали накатами, уезжали через три месяца. Там был батюшка, с которой меня познакомили, отец Роман. Со своими, конечно, как ими все, тараканами, плюсами и минусами. И вот мы там налетом туда-сюда к нему. Вот я говорю, в это время я так же езжу. Ему я тоже там помогал. Но потом, через некоторое время, уже, помню, при четвертом моем приезде, я там остаюсь, можно сказать, ну, навсегда, но надолго, да. Вот, год я еще живу там при храме, прям в храме, в смысле, в правом крыле. Там мы делаем большую столовую, старый храм, памятник архитектуры, 200 лет ему. Там я все дальше продолжаю. Там я уже напрямую сталкиваюсь с православием, не только с учением, не только с теми, когда я уже стал изучать историю, все те вот этот период, который я вам уже рассказал. Но это теория, я начинаю познавать практикой то же самое православие, все эти службы, исповеди, причастия, обряды, крестные ходы, как говорится. Да, всю жизнь, в частности, жизнь вообще священника, так как я жил с монахом, это он был, так скажем, монах, да, то есть без жены, без детей. Мы чуть ли там не монастырё хотели делать. Мы начинаем при нём жить. Опять же, я помогаю, с ним я договариваюсь на уже когда-то до последний раз приехал, что, конечно, он мне какую-то копеечку платит. Платил он мне по нынешним меркам, можете сами понять, это ничто. Это 5000 рублей в месяц. При этом я очень много делал и в храме. Ну, как очень много, не то, что очень много, ну, достаточно. То есть я помогал и по всему, что связано с богослужением, ну, с его непосредственной деятельностью, вот. И по тем физическим работам, что, сами знаете, при храме всегда нужны руки, да. Понятно, что свои деньги я отрабатывал с лихвой, даже больше, потому что, я говорю, там за один день я положил 10 тысяч кирпича, можно сказать, там, ой, не 10 тысяч, а 10 тысяч рублей, там, образно говоря, 2 тысячи я в тот день стенку выложил. Понятно, это уже 10 тысяч рублей, там, по 5 рублей, даже если считать 2 тысячи эти, то я за один день отработал 2 месяца свои. Вот, поэтому, конечно же, это было чисто формально, как я ему тоже объяснял, и как всем говорил, на те же самые трусы, носки, какие-то свои нужды. Я не люблю клянчить, конечно же, трудящийся достойно пропитания. Вот, и, естественно, я люблю сам распоряжаться своими вещами, временем, всем этим, да. Вот, при этом я, конечно же, говорю, так как я разные профессии, неплохо и с компьютерами, все равно на каком-то уровне. Ну, я не пользователь, ну и не гуру, да, но что-то умею. Тоже я там кое-что стал и в интернете, у меня были маленькие заказики, типа фриланса, как я это называю, тоже я что-то там подделывал. Вот, ну, конечно, целиком я отдавал по знанию, да, то есть слову, книгам, как хотите, писаниям, всякого рода, ну, уже, естественно, христианских, тоже христианская история. Вот, так я прожил там, я говорю, даже год или два получается почти. Там был домик, кто знает, там дедушка с нами еще один решил тоже с Москвой подвязаться. Он там покупает домик и потом, грубо говоря, этот домик достается мне. Ну, сначала я там просто живу, когда я уже целиком рву с православием, так скажем. Ну, с отцом Романа я не рвал, так скажем, потому что людей я люблю и не от людей же отрекаюсь. Но мы уже практически не общались, ему, в принципе, моя помощь как и нужна, так и не нужна была, да, всегда можно, незаменимых нету, вот он же и до меня как-то, естественно, справлялся, вот. То есть мы уже минимум общаемся, почти не общаемся, на службу я там уже не хожу, я от всего этого отхожу. Вот, он погибает, кто знает эту историю. Я как раз остаюсь божьим промыслом буквально за несколько месяцев до его гибели. Я вот как раз в этот дом переселяюсь. Этот дедушка уезжает, тоже опять очередной раз не остается, это я там уже закис. А он так налетами летал-летал, так и улетел в свою Москву, там в Подмосковье он живет. Я остаюсь в этом доме. Проходит год, через год дедушка этот меня уже сильно напрягает по поводу того, что надо что-то с этим домом сделать, продать его. Я объявляю впервые набор уже о помощи себе, я уже и не себе объявлял, вот. И мне люди помогают, я этот дом даже выкупаю за 70 тысяч рублей. Сейчас я еще поподробнее этого коснусь, хочу так сначала вкратце все равно рассказать. И я уже в этом доме, я вот уже там 5 лет в этом пузево. Ну, последний год меня тоже не было, и вот полгода, считай. Ну, уже полтора года, то есть больше 5 лет, почти 6 лет я уже в этом пузево, на самом деле, получается, в общей массе. В том доме я 3 года практически провел без вылаза, я даже в Воронеж сюда, к папе, с бабушкой приезжал один раз в год, постарался под бабушкой на день рождения там попасть. Ну, какие-то вещи там, может, что-то купить, поменять. Вот так прошла моя жизнь, год назад, даже уже полтора, получается, кто знает, я на некоторое время решил взять передышку, уехал работать, там, сел в Краснодар, потом в Оренбургской области. И вот я уехал как раз где-то 4 июня и вернулся 2 июня, то есть практически год меня не было. Потом я уже полгода тут немножко тоже покатался, отдохнул, кто знает, там был в Сочи, в Петербурге, сейчас в Воронеже, вот, пока здесь, да. Вот я, это я так, в общем, да, о бытовухе, и теперь я хочу поговорить все-таки ближе к теме, вот, проповеди. Все знают, кто я, что я, я говорю. И вот когда я, я все эти года, получается, ну, пока я там вот сам познавал, я питался трудами руд своих. Был момент, когда вот уже купили этот дом, помогли мне, как моя проповедь тоже теперь немножко повыше возьмем, о духовном, да. То есть я уже, когда в этот дом переезжаю, кто знает, как раз, вот, в принципе, мы на этом и закончили, что в этом доме происходит, да. То есть я начинаю общаться по интернету с христианами, в основном с православными, сначала, потом с протестантами, потом со свободными. И сейчас я уже вообще непомятно, с кем общаться-то. Вот. С этого началась моя, так скажем, деятельность, да, общественная или проповедническая. Я начинаю сначала эти беседы тоже выкладывать с Сергеем, с Козлом, он с Воронежа как раз удивительно тоже первую беседу мы и провели. Он выложил у себя, я решил выложить эту нашу общую беседу у себя, и с этого начались выкладываться беседы. Поэтому, это на самом деле тоже нелегкий, непростой труд, то есть я стал целыми днями с кем-то общаться. Лучшие беседы, кто имел желание выкладывать это, я выкладывал у себя, стал выкладывать на канале. Эти все беседы я монтировал. Конечно, некоторые беседы были, я по двое суток над ними работал. То есть я сопровождал их теми цитатами, на которые в беседе... То есть это был сырой материал с начала беседы. Кто видел их, я там по четыре, по пять часов мог общаться бесперерывно, да, с человеком. Потом я их еще монтировал. То есть все сопровождал уже точными цитатами, какими я там вспоминал, вроде какими-то случаями, событиями, репликами, историческими какими-то контекстами, кто помнит. Вот изображениями, картинками, схемами, я же любитель всего этого, да. И вот все это я стал делать. Я говорю, иногда на монтаж беседы уходило, я помню, один раз у меня двое суток ушло, кропотливого такого труда, да. Это все не так просто найти, там текст добавить, там это технически непросто делать. Ты сидишь чуть ли не по букве, там вставляешь, кто знает, кто занимался такими подобными вещами. Не так это просто. Вот. Из этого, ну и тогда, кто знает, то есть я уже стал потом от этого отваливаться, видеть какую-то несуразицу этих бесед. Все это зачастую переходило в сплетни, в перетирание костей кому-то, ну не на моем канале, а на подобных. Я старался этого избегать всячески. Вот. Но так как я стал, и люди от меня стали некоторые, когда я начинал свободу, потом потихоньку, я сам вначале ее проповедовал, любовь и свободу. Кто может посмотреть мои первые беседы, убедиться в этом. Вот. Несмотря на то, что я мог тоже приводить там цитаты и святых отцов, так как с православием и с историей церкви был хорошо знаком. Это не говорит о том, что я уклонялся от истины. Поэтому я их до сих пор и не закрываю. Беседы я закрыл только те, которые меня просили закрыть. Кто не хочет со мной иметь ничего общего и как-то ассоциировать со мной, чтобы где-нибудь вдруг встретили ролик, где мы беседуем. Вот. А так, кто не был против, до сих пор они все существуют. Вот. Я помню, как я записал свою первую, кто видел. Ну, я уже писал, правда, в комнате в этой, несколько таких за компьютером, я просто сидел. Но это еще не были такими проповедями. Как-то я что-то текстами, я стал тоже некоторые трансляции пытаться провести и так говорить немножко. Но это такой был переходной момент какой-то. Я, знаете, как бы комментарий на комментарий, что-то такое я стал. А вот действительно, когда меня, и у меня там же был случай, у меня было очередное явление Господа мне в той комнате, в Пузево. И Господь меня как будто действительно благословил, осветил тогда. И уже полностью я от всего отрекся, от этого православия, от причастия. Я стал действительно именно уже в свободе слова. И вот как будто Господь уст мой хотите коснулся, или как и Илья там свиток съел. И моя первая проповедь, я сейчас, как помню, это чистое сердце, нагота сердца. Я ее там по-разному называл, но я ее помню, да. Я сел во дворе на зеленую траву, уже весна была, и записал этот ролик на смартфон. Я тогда заказал смартфон. Я так-то не пользовался много лет вообще никакими этими вещами. Я как раз на него стал, я и заказал его как для камеры, для снимания, да. Потому что сейчас телефон дешевле любой хорошей камеры стоит. Хотя ничем, по сути, не сильно уступает зачастую. И я вот первый ролик свой снимаю. В принципе, я их назывался огородно-нагорными или нагорно-огородными. Потому что я это снимал и на территории своего участка, и кто видел, ходил туда. Сначала ходил, никого не велосипеда, у меня даже старенького не было. Я пешком всегда ходил на эти горы туда, и вот там тоже записывал. То есть, началась у меня уже вторая такая, скажем, ветка деятельности. Хотя, я говорю, беседы потихоньку отмирали. Хотя вне, в оффлайне, так назовем, за кадром, я все равно много общался. И вот я пишу эти огородно-нагорные проповеди. Точно так же я уделяю им очень много внимания, кто их видел. Я все их монтирую, я все добавляю, опять же, цитатами, ссылками, картинками, схемами. То есть, это большой труд ежедневный, да. Естественно, я сам всегда пребывал очень много в чтении, в слушании. Неважно, когда отдыхаешь, наушники слушаешь, то есть, аудио вещи, видео. Естественно, я много смотрел. Я говорю, в отличие от людей, которых мало времени, я мог... Вот любого проповедника, я помню, я беру его канал, Я мог целиком этого человека практически изучить. И вот эти... И с этого времени еще где-то получается, по-моему, да, год я, что ли, такие огородно-нагородные. Ну, сейчас я же, видите, по памяти, конечно, все можно прям точно составить. Но я пытаюсь так, по памяти как будто вспоминаю. Вы помните, как я решился записывать уже именно последовательно Новый Завет. Прямо четко поставил задачу. Уже отделял каналы там немножко. Вы помните, как у меня лайф появлялся. Вот именно туда я это выделил. И я четко ставлю себе задачу записать Новый Завет. И за три месяца реально я его записываю от... Там, правда, был уже начал у меня Евангелие от Матфея. Я пытался и все бросал. Там как-то пару раз, разочек тогда я писал по преданию. Там Антония Великого, жизни, письма. И уже я реально ставлю себе задачу. Уже опять разделяю. Понимаю, что я должен отдельно читать Писание. И отдельно вот эти в свободной форме проповеди огородно-нагорной. Я ставлю задачу. Реально ее исполняю. Три месяца я записываю целиком. Он есть на канале. Первый круг. Чтение Нового Завета. От Евангелия от Марка от первой главы до последней, 21 главы. Книги Откровения. Слава Иисусу. Слава Господу, что я это сделал. Я сам через это многое научился. Многое мне Господь еще открыл. И вот я записываю. В то время, кстати, я уже как раз, если я еще до этого что-то подрабатывал сам, уже в интернете, уже с батюшкой, я говорю, с этого момента, как я в дом переселяюсь, я уже рву все связи, он мне уже ничего не платит. Я начинаю немножечко, у меня получается в интернете заказы по сайту. Мне там знакомые, правда, это мне в основном сбрасывали. Я кое-что там делал. И копеечка была, я мог выживать. Конечно, я жил, кто знает, и живу, в принципе, достаточно все равно скромно. И могу довольствоваться малым в этом плане, да, и не роптать. И уже с того времени я понимаю, как раз вот с этим домом мне помогает. Это же все в одно время. Я же год сначала живу там, а потом вот, я вам уже это рассказал, то есть сейчас пытаюсь связать просто эти события. И как раз проходит год, и вот мне помогает. Я еще был удивлен, у меня на канале было 200 подписчиков, там всего там 50-70 просмотров, что-то каждого ролика. И вот эта нужда, и я объявляю о ней. Я вот только не помню, по-моему, Ленке, Леночке с Барнаула, Ленку нашему, по-моему, я до уже собрал. Вот я могу ошибаться, честно, что-то. Это надо сейчас смотреть, оно надо там. Или до, или после я уже Лене объявил, и вот сам себе. Или я сам себе сначала, вот это так получилось, по-моему, что я вот не помню, честно. Я объявляю этот сбор. Мне надо было 70 тысяч на дом, документы где-то, пятерка там вышла. Вот. И мне реально, мне надо было, грубо говоря, 70, да, там, ну, 75 пусть, ну, 80. Мне люди прислали за две недели 200 тысяч. Я в шоке был. Конечно, несколько человек просто помогли крупными суммами. Эти люди в основном из-за границы. Это я не говорю, что для них это там были ненужные деньги. Тамара Кузьмина, вот, я жалею, что она не хочет со мной общаться теперь, после того, как я там стал на все конфессии наезжать. Все-таки у нас порвалось общение. Она, она крупную сумму помогла. Это она мне потом велосипед подарила. Хотя она мне вот три раза дарила. И вот, ну, сейчас я расскажу дальше, да. Мне вот реально эти деньги собрали, да. Я потратил, я переписывался с теми людьми. В принципе, всех я их знал. Уже, я просто не ожидал, что будет такая реакция. И некоторые люди, оказывается, то есть я уже где-то около, и это прошло, получается, где-то два года уже. Вот все-таки эти записи, беседы, уже вот эти вот ролики выкладываю. То есть где-то два года. То есть многие, оказывается, меня давно слушают, никогда мне ничего не писали. Эти люди, казалось бы, я в нужде, а они, наоборот, открываются, помогают и знакомятся со мной, да. Я всех не буду называть, да. Вы все свои имена для меня святые знаете, да. Вот я могу даже кого-то, говорю, просто забить, поэтому не хочу обидеть. Это я так для примера взял Тамару Кузьмину. Она в Америке жила. Она мне в бабушке годится, да. И она вот слушала меня тоже, видимо, долго, как она сказала, наблюдала. И она мне открылась. И у нас такие были теплые вроде бы отношения. Но вот из-за того, что я стал против всех потом, да, не просто не стал православным, да, вот стал и против всех, у нас порвались отношения. Я жалею, конечно, об этом. Я тяжело, почему потом переживал все расставания, вот, когда я, как я считаю, стал выбирать все-таки чистое словесное молоко, абсолютную истину, к ней стремиться. Вот, это невозможно без осуждения, искажений культовых. Вот, Иисус это делал, показывал это. Я это видел в Евангелии, в жизни учения Иисуса. Я не мог поступаться. Я даже, когда им, я говорил, вы не вздумайте, ну, сейчас автологично скажу, не вздумайте подумать, что вы покупаете меня. С Тамарой у нас тоже был серьезный разговор на этот, потому что мы с ней много переписываться стали. На вот эти, так скажем, догматические вещи, на мои проповеди. Она говорила, что она думала. Но когда она говорила, ну, и у нас были, так скажем, непонимания, прямое чуть ли не столкновение, и еще тогда уже как-то вот, я вот не помню, как-то она, я искал, то есть, ну, как бы ты ни думай, что ты меня можешь купить или что-то. Мне тогда этого ничего не надо, если я вдруг начну угождать людям и смотреть на лица. Вот. Мне ничего, кроме истины, не надо. Да, и она тогда говорила, не, нет, это типа вот от чистого сердца, это отдельно. Она говорила, что, может, мы с тобой там больше никогда общаться не будем. Вот. То есть, я всегда об этом, кто слышал, как я собираю, как я что говорю. Да вообще, если мы за любовь что-то потом требуем вернуть, то мы никогда не любили. Мы действительно, мы не делали дело любви. Мы взаймы давали в аренду, под проценты, как угодно, да. Вот. Ну, любовь, она бескорыстна. Дела любви, да. И вот тогда собрали эти 200 тысяч, я потратил 70 на дом, естественно, отдал хозяину этому, выкупил его. На меня все переоформили, 5 тысяч потратили я, как сейчас помню, на документы обошлись. И единственное, я вот переписывался с теми людьми, кто крупными суммами помог. Я как бы говорю, куда мне, что мне с ними делать, как вы скажете, так и будет. Единственное, я просил уже, там, конечно, дом-то и не старый, не рухлит, но кое-что надо было привести в порядок. Плюс по моей деятельности я хотел кое-что. По-моему, я благодарим, вот этот смартфон купил, и все. И они говорят, да, конечно, это все твое, ты как считаешь нужным, сделай там, что тебе нужно. Конечно, я там нуждался, у меня там даже краны некоторые были все равно поломаны. Все нужно было привести в порядочек, в небольшой. Поэтому я оставил себе 25 тысяч, вот эти, и 100 тысяч, которые были верхом, я отдал многодетной маме. Она должна знать, кто она такая. Вот. Не буду ее называть. Ее все знают, в принципе. Вот. То есть, и с этого момента я понял, что это было божьим, так скажем, обо мне проведением и знаком. Я понял, что люди будут мне помогать, и я стал целиком, я говорю, отдаваться уже этому. И я просто, в смысле, я возложил все это на Бога и перестал терзаться, где мне вот сегодня брать деньги, что я завтра буду есть, чем платить за коммуналку, чем вот именно все это содержать хозяйство, поддерживать. И все равно мне нужно было то, то, я понимаю, для развития мне хочется то, то, то. Купить, чтобы это было качественно, правильно, интересно. Вот. Нужно и оборудование, видео, и аудио, и техническое. Тем более, все это связано с видеозаписями, видеомонтажом. Все это требует определенных средств при его на уличных съемках, все эти селфи-палки, стойки, аккумуляторы, все это нужно иметь, да, вот, коробочки, чехлы. И я целиком отдаюсь, я уже перестаю вообще на какие-то заказы там соглашаться, даже интернет делать компьютерами. И я целиком отдаюсь этим проповедям, я говорю, начинаю писать вот эти новый завет целиком, и люди действительно мне помогают, да, вот. Я объявляю сборы, кто знает, для нуждающихся еще при этом очень часто, да, за два года, вот после этого где-то два, получается, два, ну, не знаю, можно три сказать, не знаю, ну, два. Я тогда прикинул, все равно, сколько вот мы помогли нуждающимся, этого больше миллиона мы собрали, через мои руки, так скажем, прошли больше миллиона, пусть даже за два года. Это два на миллион, на сколько, 12-24 месяца, это почти 50, ну, 40-50 тысяч в месяц, да, если так поделить. Вот, эти суммы получили нуждающиеся. Мы и газы подключали не раз, и долги оплачивали, и воду, и дома восстанавливали, вот, и все помогали, и с коммуналками, и с ремонтом, и с бытовой техникой, вот, то есть все, что могли, и все делали. Кто помнит, я поступаю, пытаюсь в православную, это еще при отце Романе, это ладно, это просто, просто я вспоминаю, это к деньгам уже немножко не относится, тогда я говорю, так скажем, отец Роман меня тогда помогал, ну, как помогал, платил за мою работу, да, и потом, а вот в это время уже, я еще пытаюсь в баптийскую семинарию, в московскую, не пытаюсь, я поступаю на дистанционное, удаленное обучение полноценное, там тоже надо было копейку платить, и за само обучение, ну, там действительно копейки, и тут я ничего не могу каменью бросить, трудящийся, достойный действительно пропитания, там, я считаю, вообще копейки надо было, там за весь курс, за весь, ну, до конца, до диплома, там что-то 1025 бы получилось, я уж не помню, какие цифры называл, там была табличка такая, ну, это копейки, там один предмет стоил 500 рублей, 300, 1000, самые дорогие были языки, там, что-то по 3000 древние, греческие, еврейские, вот, ну, это ерунда, там общая сумма набегала вообще копеечная, смешная, я считаю, вот, но я эту семинарию тоже не заканчиваю, прохожу, наверное, не знаю, треть или половину предметов, мне это не интересно, и вот сейчас я потихоньку подхожу к вопросу, все это связано, жизнь невозможна без этого, поэтому я связываю жизнь и деньги, да, и хочу вот на эту тему поговорить, и проповеди, и вот проповедь, да, ну, во-первых, я особенно, я тогда это уже, я не концентрировал свою мысль, но я все это осознавал, да, вы знаете прекрасно, что Иисус пришел к погибшим овцам дома Израилева, то есть все, иудаизм, это никакой он истины не несет, и хоть там вырывают эти слова апостола Павла, о том, что закон никого не довел до совершенства, ну, типа, он что-то тоже там делает, нет, они были погибшими, они жили в законе, но при этом Иисус сказал, что он пришел к погибшим овцам Израилева, и кому Иисус благовествовал, кому, язычникам, нет, Иисус благовествовал иудеям, иудаизму, и поэтому вот через столько лет уже, вы видели мой ролик недавно, я записывал, ты кто пророк, кто ты есть-то, я действительно, я понял, что и мне просто, и мне тыкали, типа, а вот что ты вот, типа, проповедуешь, ты же те же христиане, типа, они и так уж христиане, ну, понятно, меня тыкали снова протестанты, которые спасены по вере, точно так же, как иудеи были оправданы законом, все то же самое, жертвами этими, бестолковыми, можно было грешить, да, ты весь закон не можешь соблюсти, ну, можно козла на 50-й год, на 5-й, на 7-й, там, на 50-й зарезать, или там отпустить, на него руки возложить, отпустить его в пустыню, и все, и все грехи тебе, весь народ святой, да, конечно же, это бред, то есть, так же, как и спасение по вере у протестантов, я уже, конечно, вот на сегодняшний день, я четко пришел к пониманию, что именно христиане, погибшие овцы стада Христова, нуждаются в истинном проповеди истинного Евангелия, которое в учении о любви человека к человеку, это самое важное, о бессмертии человеческой души, многие христиане в это не верят, это так, которые ходят два раза в год в храм, когда их крестят младенцами, когда их ногами вперед вносят и выносят на отпевание, все, эти люди даже не верят ни в какой бессмертии души, в свободу человеческой души, что все вот это рабство, духовное или телесное, это все не от Бога, вот, я четко понял и увидел, верю, что Господь мне все это открывает, естественно, хотя хоть я и сам, если я действую, вы по делам можете судить, и по словам, поэтому вот эта вот проповедь о любви, учении, жизни учения Иисуса Христа, чистого славесного молока, я понял, что это именно благовестническое, хотите, апостольское служение, действительно, это даже не учительство среди христиан, это именно благовестие, это то, это та первая любовь, от которой давно все культы, отреклись, у них давно уже новые любовницы, новые любовницы, они давно уже раздвигают ноги перед кем только, перед какими только женихами, как Господь говорил об Израиле, вот это то же самое, они готовы перед всеми уже ноги раздвинуть, перед государственной властью, перед всякими учениями лживыми, перед культом, вот, возвести закон Моисеева выше заповедей Иисуса, хотя они никаким образом не состыкуются и не дополняются, это новое учение, ничего общего с законом Моисея, не Божьего закона, а закона Моисея, не имеет. Учение Иисуса, это учение о любви человека к любому человеку, будь то любящий его, будь то человек, проходящий мимо его, так называемый ближний, просто на пути жизни не встречающийся, будь то даже его враг. Я понимаю, что уже тогда, пусть я так сильно свою мысль это не концентрировал, но я это понимал, и недавно я это уже, мне Господь четко сформировал эту мысль в голове. Естественно, те христиане, помимо этой простой истины, жизнь немножечко сложнее. Она, как и проста, также немножечко сложнее. Я понимаю, что не обладая этими знаниями истории церкви, трудно быть учителем, трудно быть исповедником, трудно быть твердым в своей вере, да. Я это все изучил, я все попробовал, все повкушал, да. Я действительно понимаю, что я людям могу нести пользу, открывая все эти, давая им сливки из многих вещей, которые они никогда не узнают. Я понимаю, что я выбрал, по крайней мере, вот 10 лет уже живу безбрачной жизнью, да. Я целиком свою жизнь, я говорю, хоть я и рассказывал, что те моменты я работал, я хоть и работал руками своими, я уже стал время работы своей сжимать до минимума. Вот. Даже вот я говорю, у батюшки я работал, я понимал, что свои деньги я чуть ли не за день отрабатываю. И поэтому я старался работать руками максимум, полдня, и я ему тогда об этом сказал. То есть, моя работа это максимум 4 часа, до обеда, после обеда, или так, в общем раскину. То есть, я свободен, надо, он позвал, мы что-то там сделаем, что-то перенесли, отвезли, съездили. Вот. Чтобы я максимум уделял времени все так же по знанию истин, писаний, бумажек, историках, хотите это назовите. Вот. Тогда он, естественно, он тоже против не был, так скажем, меня даже на это благословлял. То есть, он говорил, конечно, конечно, вот. Пожалуйста. И так все, я говорю, начиная с того времени, как я вам рассказал специально свой путь вот от момента этого покаяния. И так было до конца. Более того, как я вам и рассказал, к чему веду, что это уже получается где-то три года назад или сколько, вот с того момента, как мы купили этот дом, я говорю, мы, мои братья, сестры, матушки, мои папы, все мне помогли, действительно, мы его купили. Я полностью отдался этому служению. Полностью. И я хочу что рассказать? Какие мысли? Да, конечно, меня дальше все равно посещали. Все это время я думал, да, а что я? А кто я? Терзают эти мысли чуть ли не дают. Вы думаете, меня само терзают? Может, я на шее сижу у кого-то? Может, я недостойно хлеб свой ем? Да, и люди действительно меня благословляли. Когда я в эту семинарию поступаю в протестантскую, говорю об этом, мне говорят, все нормально. Несколько человек мне сказали, да, 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 я там тоже сказал что-то, если есть возможность у кого-то. Потому что теперь надо учиться еще. Учиться не так просто, да, кто знает. И это надо время опять. Это получается половина времени, которое я раньше уделял на учительство, я теперь буду опять на ученичество уделять. Зачем мне это? Правда, я и так все это знал. Вот. Но надо же все равно все это слушать, сдавать, экзамены. Вот. Ты же должен сдать экзамен, потому что ты там прослушал, а не то, что ты все это просто знаешь. Ты же должен после каждого там видео удаленного ответить, пройти тест на то, что ты услышал, на предмет того, что ты услышал. Вот. И там минимум получалось при обучении 4-5 часов в день надо было уделять. Вот. И, конечно, меня тогда терзали мысли. Я думал, слушай, ну, может быть, у меня было три выбора, почему я в эту протестантскую семинарию пошел. то, в принципе, ни за чего-то. Я начинаю думать, слушай, ну, что, руками я совсем не хочу. Я хочу какую-то пользу, еще максимум пользы принести. Думаю, что я там, я сегодня еще тему скажу, кем я хочу, чтобы меня запомнили, что я хочу делать. Думаю, ну, три варианта. Закончить опять гражданский вуз, либо историю какую-нибудь, там, историю чего-нибудь конкретно, России, церкви, либо какую-нибудь историю религии, какой-нибудь веры, какой-нибудь факультет, что-то такое, где-то преподавать в гражданских, в мирских вузах и как-то людям потихонечку там христианство. Может быть, кто-то, ну, в духе, я все равно буду в духе христианства. Я сам христианин, сам ученик Христов. Я везде буду как бы стараться где-то в промежутках все эти семена общаться. Думаю, что, школа или институт, кому я буду преподавать? Пойти учителем в школу, детям, думать, что им надо. Их родители должны с детства учить чему? Можно спокойно с ребенком уже говорить, что сынок, дочка, ты не бойся, ты не умрешь никогда, ты будешь ангелом, как хотите, доносить эту мысль. Второе – это свобода. То же самое. Это спокойно можно прививать ребенку в опыте, в практике жизни, делать это естественно, а не как-то искусственно. И уж о любви-то, о добре, ребенка надо вообще учить своей жизнью, потому что они пародируют полностью всем известно, своих родителей. И на всяких жизненных ситуациях воспитывать. Да, дай Маше, Мише конфетку, не бей, погладь, заступись. Вот все в прочем духе. Не обзывайся, скажи спасибо, скажи красивый. Вот, все. Зачем? Я думаю, нет, дети – это бесполезно. Студенты. Ну, это тоже. Ну, кто в студенческие годы приходит к Богу, к познанию истины? Это все равно единицы. Плюс это все равно будет гражданский вуз. В оконцовке я все равно должен буду преподавать какой-нибудь бред, типа там, историю, в которую я сам далеко не во все верю. Я опять буду под колпаком. Я опять должен быть делать что угодно системе, большой и маленькой, в частности того там вуза, большой и так далее. Я должен буду все равно заниматься этой ерундой. Говорить вот это все. Я в плане, может, не верю, я должен буду рассказывать ту историю, не какую-нибудь альтернативную, не кинь свои мысли, а то, что вот написано в учебниках. Поэтому спрашивайте. Эти тупые экзамены. Это схолостическая система образования, где ставят двойки и пятерки, с которой я абсолютно не согласен. Это система ораторского, так скажем, этого учительства, не как Сократа вопросов-ответов частного характера, а вот именно вот я тут с кафедрального, ну схолостического, как это называют, или вот хотите кафедрального, когда ты с кафедры стоишь, тут я царь и бог, вы меня слушаете, потом сдаете экзамены. Все. Там не цель сделать из человека, человека этого, этих людей, молодых юношей и девиц, не действительно ответить на их в данный момент жизни нуждающиеся вопросы, а вот просто пройти эту программу. Я понимаю, нет, мне это не подходит. Хорошо, я говорю, я стал, ну хорошо, думаю, ладно, какую-нибудь семинарию, примкнул к какому-нибудь секте, направлению, буду там преподавать, где-то там, в других, что-то подобное, хоть близко к теме. Я не смог этого. Я искренне пытался, это баптистское семинарие окончательно убило все эти зародыши, да. Это система, это рабство, это невозможность свободы мысли, прочие вещи, все то же самое. Общаться ты будешь с такими же, я не могу себя переломить, я не могу поступиться истиной, самим собой, это не мое. Опять это схоластика, опять эти глупые оценки, все. Уже баптистское семинарие, ты считаешь, приобрела статус госучреждения, выдавали классический диплом, у меня было бы второе, высшее, вот духовное образование. Я думал, что вот, ну надо какой-то авторитет, для кого-то нужен, все, я понимаю, что я не хочу идти по этой дорожке, не хочу. Я от всего этого отказываюсь. И вот я ухожу, вот я сам, я остаюсь один, вот меня поддерживают, я говорю, я начинаю думать, ну что мне, иногда мне просто, ну, я считаю, что это как раз уже от беса, от сатаны, что вот, ты не работаешь, мне там некоторые тыкали, я сам начинаю думать, слушай, у меня нет постоянства, все равно, я все равно думаю о том, а что я от завтра, а что как, те же самые родители, вы прекрасно понимаете, какие-то друзья, вот, кто в окружении, меня там в пузе все равно находится, я говорю, по интернету, хотя я сам понимаю, что у меня сердце чистое, я целыми днями этим занимаюсь, я проповедую, я изучаю, я делюсь с людьми, я общаюсь, чем это лучше, если я буду половина времени, а то и 80% в плене своей жизни занимается какой-то фигней, а в 20% я буду уделять вот этому, и вот я подхожу сейчас уже к кульминации того, это я все в принципе вкратце уже говорил, вы знаете, кто моя жизнь, хотя для кого-то этот ролик будет, может быть, впервые услышат так, я уже хотел конкретно своими мыслями за те три года поделиться, вот что я, как я размышлял именно, хотя я говорю, так я где-то всегда это говорю, моя жизнь для вас открыта книга, я в принципе ничего не скрываю, я знаю, что ко мне может любой человек приехать в любую минуту, и он увидит таким, какой я есть, я говорю, я даже свои там татуировки сначала скрывал, так немножко, кто видел в длинных рукавах, там некоторые ролики записывал, или там специально, показывал, только чтобы не соблазнялись, потом, когда мне надоело все это, вот, я говорю, не потому что я стеснялся, а потому что я просто не хотел, что думал, что это правильно, что вот, ну не надо там всех соблазнять, потом я плюнул на это, на все, вот, я это, более того, я проповедую обратно, зачем я буду под кого-то, я свою школу жизни, конечно, прохожу в учительстве, но это другая тема, я сегодня всех хотел, конечно, немножко не на эту тему поговорить, и вот я, поэтому не будем уклоняться, и вот я вам расскажу, какие мысли, я прямо буду говорить, какие мысли, как я сам с собой рассуждаю, что ты вот будешь делать, да, что ты, ну хорошо, вот ты будешь зарабатывать, будешь работать, я начинаю размышлять, вот кем я хотел бы, чтобы меня запомнили, кем, каменщиком, никто меня не запомнит, управляющим, никто меня не запомнит, кем запомнили, начнем с главы нашей, Иисуса, кем, его плотником запомнили, вы знаете хоть одну вещь, которую он сделал, один дом, хоть который, он может был разнорабочим, там не совсем понятно, тот же его отец, Иосиф Назывной был, мы видим, что он уходил куда-то на дальники работать, то есть он был плотником, но работали это и на объектах, естественно, дома строили, крыши, вот, то есть он был рабочим, да, Иисус то же самое, кем его запомнили, вы знаете, хоть один дом построенный Иисусом, я много коттеджей перестроил, и что, я много клубов открыл, ну что, кафе, кто меня запомнит этим, я сделал какие-то сайты, кто меня этим запомнит, никто, я буду даже преподавателем истории религии, кто меня запомнит, кому я нужен, разве Иисуса запомнили плотником, разве Петра запомнили Иоанна и Иакова рыбаками, разве Павла запомнили делателем палаток, или иудеем-изудеем великим раввином, нет, Иисус Христос, Бог явившийся во плоти, три года ходя по земле, Он хоть и не всем сделал добро, не всему миру, но Он заквасил этот мир, и Его закваска живет в миллионах, в миллиардах сердец, по всему миру, каждый год, и это не утихает, а только расширяется, пусть и с искажениями, кто такой Петр? Рыбак? Нет, камень, Петр, на нем началась проповедь, Он вдохновил своих братьев, которые тоже, как и Он, отреклись, и по сути отступили от истины, от Иисуса, Он их вдохновлял на проповедь, на евангелизацию, Он утверждил, как Ему Господь сказал, ты некогда покаявшись, обратившись, несмотря на то, что предашь Меня, укрепи братьев твоих, ты и будешь твердыней, они на тебя будут смотреть, ты горячий, ты огонь, ты будешь проповедником, для язычников, для всех, ты и проповедуешь первому Корнилию Сотника, мы его запомнили рыбаком? Нет. Павлом и заполнил, делал-то ли палаток, мы знаем хоть одну его палатку? Нет. Разве Иисус плотничал во время своей миссии, во время своей проповеди? Нет. Разве его ученики не оставили свои земные заботы и дела? Разве они не оставили отца своего рыболова, друзей своих? Разве они не ходили целыми днями с Иисусом, проповедуя и благовествуют Царствие Небесное, исцеляя людей от болезней, изгоняя бесов? Разве не этим они занимались? Разве Павел всегда трудился? Кто вырывает из контекста, конечно, там будут приводить, что он день и ночь, это было написано о конкретном месте, где его оставили, где он столько добра действительно сделал, и никто ему руки не протянул, когда написано, он был там в нужде в какой-то, ему никто не помогал, но мы видим прекрасно, что ему присылали на нужду из других церквей. Он говорит, я пользовался и благодарю за то, что мне помогали, хоть, говорит, и с лихвой помогали, и передавал передачки, так называемые сборы для других. Все это делал Павел, да? Я начинаю думать, я тогда размышлял, что я, кем я хочу быть? Вопрос, сколько мне жить? Сколько? Может быть, год? Может быть, день? Может быть, два? Может быть, три? Десять? Неделя? Месяц? Год? Я говорю, два года, три? Может быть, пять лет? Ну, может быть, десять? Может быть, конечно, я доживу до восьминадцати лет, и сейчас можно как-то поделить свое время, пятьдесят на пятьдесят, найти какую-то работеночку такую на полставочки, потом приходить уставшим все равно и забитой головой пытаться что-то там проповедовать? Можно, конечно, но это если ты до восьмидесяти доживешь. И то, я сейчас, я молод, я начал свою деятельность, Господь меня призвал в самый идеальный возраст, в двадцать три. Три-пять лет практически это было гремучее покаяние мое, кто знает, да? Вот именно, что я лишь как кокон, как в глубинах ада, когда Иисус сошел, да? И только потом, Господь меня поставил на служение, не все сразу, сначала самому надо покаяться, исправиться, понять многие вещи, вот именно, назидаться, начитаться, только потом ты становишься. Я много слушал, я вам говорил, но это тоже надо время, изучать других, других людей, других проповедников. Это для всего этого нужно время. Я говорю, я все время думал, задаю себе вопрос до сих пор, до сего дня, почему-то вам сейчас на готу сердце открываю, что я, на что я должен потратить свою жизнь? Реально потратить, не посвятить, вот именно потратить или посвятить? А что я не работаю? Я с утра до вечера, я в 6 утра вставал, садился в это кресло, и с него вставал, можно сказать, в 12. Ну да, я что-то делал, также огородом, вот им, кто знает, занимался, точно так же трудился, по сути, такой же труд, то есть, я помимо, поэтому я и выживал, потому что даже сам еда, я несколько лет прожил там, вот эти первые 2 года в этом доме, я вообще практически ничего не покупал, в основном жил с этого огорода, сам все засолил, заквасил, там, и мне этого достаточно, ну что-то я тоже покупал, я говорю, конечно, ну много у меня было, летом я вообще всегда сижу, вот на этих свежих вещах, и то, сейчас я не в деревне, я вынужден покупать эти овощи, там все было свое, или очень дешево, действительно, у соседей там можно было что-то купить, в этом магазине, хотя сейчас много привозного, вот, и я думаю, что, что, чем я должен, лишний раз этим заниматься, и тем более, когда я так стал активно, я говорю, у меня по сути, 4 канала сейчас, да, сайт, которым я занимаюсь, всем я занимаюсь один, один, это не так просто, одних технических, тех же самых знаний, чтобы вести вот эти каналы, видео, монтировать, сайт создавать, что-то обновлять, что-то добавлять, что-то переправлять, иногда приходится изменять вещи, ты понимаешь, что ты сделал что-то с ошибкой, причем в фундаменте, и тебе приходится все переделать, ты тратишь 3-5 дней, по 12 часов, чтобы исправить эту ошибку, или переделать то, что ты хочешь, действительно, кардинально поменять, если у тебя час в день, ты будешь работать на классической работе, и приходить уставшую, все это знают, прекрасно, причем вот, я сейчас этот ролик записываю, и говорю, кто знает, 3 месяца назад, целый год я работал, я ничего не проповедовал, в принципе, по двум причинам, у меня не особо не было желания, оно по некоторым причинам пропало, но хотя любовь к людям моя не угасла, само дело любви, это я решил отодвинуть, и второе, конечно, отсутствие времени, я зарабатывал последний год, как я рассказывал, 60 тысяч в месяц, плохо или хорошо, год, от заката до рассвета, и все деньги эти я получил, ни разу меня не лишали никакой премии, что я, что я приобрел, ничего, я заработал на машину, на квартиру, нет, за те годы, что мне помогали, что мы собирали для других, что даже мне люди помогали, у меня ничего не было, я не купил себе виллы, у меня нету, ни автомобиля, ни супер, ни простого, никакого нет, мне та Тамара подарила велосипед, зная с моей проблемы с этой, с ногами, кто знает, у меня экзема, очень сильная, на руках, на ногах, хроническая, и когда она выступает, это жесть, я реально не могу ходить там, да, и она мне подарила, так скажем, ну, деньгами переслала, сказал, купи себе велосипед, и то, она мне это делала три раза, она мне пересылает, я все отдавал нуждающимся, там, меня же стали много окружать, вот, просить, я не могу, как я не могу не дать, там детей полным-полно у всех, да, вот, сами эти мамашки, естественно, я все раздавал, ты уж помнишь, с третьего раза, и там вроде так, какой-то потиши было, мне уж неудобно было, да, она мне шли, так я не покупаю, я вот купил там этот велосипед синий, кто видел стелс, за 20, там сколько-то, 2000 что ли, я уж не помню, вот, я вот этими вещами занимаюсь, да, целиком я полностью ухожу в эти проповеди, я начинаю писать, вот я, и вот прошло это время, вот даже год этот прошел, я очень много об этом размышлял, опять же, я же уехал, как я вам говорил, сначала меня на месяц позвали, ну, хотя бы, конечно, хотели, чтобы я остался, и так, в общем-то, и случилось, позвали, типа, ну, помоги, месяц там открыть, потом уедешь в свою деревню, я уезжаю, кто знает, там остаюсь, там уже после открытия, еще год я работаю, этот же хозяин-учредитель, приглашает меня к себе в другую компанию, в транспортную компанию, в Оренбургской области, мы едем туда, едем опять на месяц, в оконцовке, залипаю там на 10 месяцев, потому что серьезный проект, много сложностей, и остаемся там, вы думаете, я работал, я испытывал удовольствие, нет, я понимал, зачем мне это, вот даже те, кому я помогал всем, и за все это время, что я работал, я говорю, половину я раздавал, половина что-то у меня вот подкопилась, я кое-какие вещи апгрейдил, как раз вот у папы, тут они с мамой расстались, там разошлись с жильем, с этим, комната у меня появилась, в Воронеже, я вот ее чуть-чуть обставил, хотя все это, простые, дешевые вещи, да, то, что я купил, я не скрываю, ни цен, ни сумм, они, потому что самые дешевые, самые все простые, я всегда стараюсь, ну, я постараюсь покупать качественные, вот там на ноутбук, мне тогда собрали, за 90 тысяч я его купил, но это хорошая техника, она прослужит, уже получается, прошло сколько, ну вот полтора года, еще он лет пять, он мне этот бук точно, даже с развитием современных технологий, он прослужит точно, да, вот, но он качественный, он мне нужен, я до сих пор благодарю всех, кто участвовал в этом сборе, он действительно мне нужен, он действительно свою функцию выполняет, справляется с теми задачами, которые я на него возлагаю, я покупал его не от дурости, я в этом разбираюсь, и знаю, что я покупал, и что я выбирал, и опять же, я рискнул, просто, да, я объявил, и реально люди собрали, прям копейка в копейку, мне всю эту сумму, я был поражен, удивлен, но вот помогли, да, и я вот этот год, особенно, мне очень сильно показал, вот я работал, я говорю, и что, эти дети, эти семьи, я всех их люблю, да, я всех их детей считаю своими детьми, поэтому, мне даже отказать, целая проблема, и я пытаюсь где-то их найти, эти деньги, вот именно эти ролики выкладываю каждый раз, о призыве помощи, призываю постоянно помогать, потому что там всегда нужда, но это же все-таки не мои дети по плоти, понимаете, у меня другое служение, я это чувствую, не то, что я им не должен, вот именно, я сам себя пытаюсь обязать, я даже чувствую какой-то долг, что я не могу их оставить, но при этом и второй во мне борется, это же не мои дети по плоти, я не должен их содержать, понимаете, как бы, тот пример, что тогда, я говорю, за два года, такие суммы все равно через меня прошли, мы помогали, пусть это каждый раз по просьбе, там, я говорю, надо мне кажется, чуть ли не вымогаю, в этих объявлениях, да, о нуждах, я тогда, я говорю, прикиньте, просто миллион на два, это почти 40-50 тысяч в месяц, какая получается, так тогда получается, я и проповедовал сутками, да, полностью отдаваясь этому служению, проповеди, которая в благовестии состоит, и в учительстве, да, уже своим, да, и благовестии тем, кто от истины, или давно уже уклонились не туда, или еще и не знает, я понимал, что я, оказывается, могу два дела делать сразу, я же все это анализировал, я все это понимал, и поэтому, конечно же, вот я вернулся, уже на сегодняшний день, вот три месяца назад, стал заново заниматься, потихоньку набрал обороты, сейчас вошел опять в тот же самый режим, я с утра до вечера, занимаюсь только этим, кто видит, я выпускаю по три, по четыре иногда роликов, по пять роликов я выпускаю, когда там три выходит на христолюбе, с записью писания, а то и четыре, в этот же день, кто-то видел, может выйти и на проповедях, и на лайве может выйти, поэтому я убывал, уже даже вот эти три месяца, я сам удивлялся, аж пять роликов в день, и это не так просто, как людям кажется, я начну, то есть, вот сама вот эта деятельность, я говорю, она точно такая же, чем она отличается, я говорю, от какой-нибудь работы, такие же профессора, такие же учители, а тем же сам занимаются, то же самое, что-то почитывают, идут, учат учителей, детей, почему тут именно, действительно, как говорят, в России никогда не ценились учителя, врачи, и кто там еще, кто действительно стоят у истоков, вот и я стал задумываться, я же этим в любом случае больше пользы приношу, мне некоторые, дальше вам рассказывают, какие еще были смущения, какой опыт я прошел, да, писали, да кому там это надо, ну вот ты говоришь так, в свободе, этого достаточно, кто-то мне говорил, типа, ну вот Евангелие, ты там говоришь, и ладно, ну кто-то мне говорил, Новый Завет, и ладно, ну кто-то мне говорил, вот еще Ветхий, и ладно, да, зачем тебе эта история, ты то этот ролик, то этот, то апокрифы сейчас, вот я начал, то еще, то Льюиса там, художественную будешь читать, и вы знаете, да, я как бы с ними сначала согласен, думаешь, да ладно, истина в простоте, любовь, свобода и бессмертие, но вы знаете, жизнь намного сложнее при этом, она и простая, и сложная, мы при этом что-то читаем, мы что-то интересуемся, ведь были, есть такие, которые как я, все оставили, и хотят все узнать, есть разного рода люди, есть люди в культах, в разных находящихся, им нужно разобраться в этих вещах, есть люди, которые находятся в каких-нибудь колдовских, там, да, магии, экзотеризм, им нужны какие-то разъяснения, есть люди, которые вообще не верующие, кто читает Льюиса, это христиане, нет, это мирской писатель, да, он сам христианин, он все пытался в соусе христианства, а то и христианства в соус мирской такой литературы подать, но люди-то его какие читает основная масса, кто читает Достоевского, Пушкина, что прям все верующие христиане, нет, и я стал понимать о том, что да, ты в частности, и даже кто будет меня допустим помогает, или поддерживает меня, участвует получается в благовестии, учительстве через меня, и сегодня мы вспомним некоторые слова Иисуса, обязательно без этого ролик не обойдется, я понял, что какая разница, в любом случае, да, фундамент чистая, вообще истина, о которой я постоянно напоминаю, что истина, она проста, в любви, свободе и бессмертии, но потом-то есть выше, да, у кого вот столько вот времени, живет обычной жизнью, вот именно у него как раз работа, семья, дети, и ему, ему достаточно будет вот таких, хотя бы моих простых проповедей, что опы, у него что-то поддерживать этот огонь в себе жизни, любви к ближним, он услышал, его опять зацепляют, он услышал опять и бессмертие, опять немножко, хотя бы как мы себе родной голос слышим, родное убеждение, и все, и нас чуть-чуть, у него отчаяние, он позвонил, послушал, посмотрел, хоть вот такой ролик, и все, кому-то нужно побольше, у кого-то есть временный Евангелие, да, ему говорят, мне Евангелие, и достаточно, я сам больше не могу познать, я хочу только в нем, я буду круг за кругом слушать твое Евангелие, да, я делаю это для этих человек, помните, Павел скажет, я все для всех, не спасется ли кто-нибудь, и я стал осознавать это, да, кому-то побольше, да, у кого-то есть возможность, у кого-то есть Ветхий Завет, а у кого-то есть еще, а ведь мой ролик, я запишу по Льюису, а ведь он может попасть к кому-то, кто просто слушает, или смотрит Льюис, или узнал там, хочет, может быть даже неверующий, он попадет на мой ролик, на мое прочтение Льюиса, просто христианство, расторжение брака, он даже не знает, кто это так, он включает его ролик, там выплывает на ютубе, Льюис, там просто христианство, ну какой-то, он даже не видит там, это христалюк, он ролик-то видит название, просто христианство, там первая глава, ну у него там, главы не суть важно да и начинает слушать но я-то все буду через призму христианства знать читать а его вдруг зацепит а вдруг спасется апокрифы сколько фанатиков сколько люди исказили углубились ударились вообще не туда и может быть действительно вот он ищет этого апокриф этот чень тайненькая сокровенненькая всякий бред кроме любви к человеку не там мать помирает он ее не кормит действительно не работает сидит у нее на шее у пенсионерки там да ничего не делает допустим действительно доброго в этой жизни вот может быть он напорится на мой ролик о тайном учении на книгу еноха книга его и услышит от меня уж вы знаете как я это подают а и действительно может человек обратиться к истине к первой своей любви если она у него была или полюбит первой любовью своей иисуса его жизнь его учения я стал понимать таки здесь же я больше пользы принесу до 1 евангелие евангелие вот в свободной форме проповеди до беседы обязательно все равно мне до сих пор звонят и здравые беседы или пусть какие-то полезные ну здравые так скажем люди там ух нездравые быть если я увижу пользу в этом я буду выкладывать да это моя личная жизнь это всегда пример даже бытовая жизнь вот именно даже то что вы знаете мою открытость это все это все необходимое это часть жизни да вот я стал понимать что конечно же пусть и вот и вот те кто допустим меня будет поддерживать теперь мы вспоминаем слова иисуса вспомните его слова откуда это когда он говорит что если вы напоите чашу и даже холодной воды простой чашкой кого вы вспомните откуда это это то место я так как сижу сейчас не за компьютером хотя это на него смотрю на экран поэтому я смотрю не в камеру мне неудобно а вот это тут видно просто но мне не охота все это я не стал готовиться ты все-таки выкладываю на проповеди а может и надо и на лайве такие буду сейчас вы вспомните где он это говорит это тома место где иисус посылает первый раз призывает двенадцать и посылает их на проповедь это там он им говорит что куда не войдете скажите мир дому всему если послушают у вас если кто напоит и на и и и это он и там говорит еще он говорит при вообще последних временах тоже господь такое говорил при суде там вот кто ближним створит это же говорится о проповеднике он говорит каждому кто напоит и кто участвует в кто кто напоит чашу холодной воды тот горит получит награду этого пророка или проповедника и ангелиста даже то есть соразмерно своей помощи он соответственно так скажем награду получает это удивительно действительно это так я говорю пусть вот вы слушаете только евангелие казалось бы угодил ночью я там полчаса почему я ему должен чем-то помочь хотя я получил пользу я мне тоже интересно ну что я ему сто тысяч что ли помогу да нет не надо мне сто тысяч помогать можете вообще не помогать действительно проповеди когда обвиняют там проповедников частности даже христианских я сейчас буду говорить кто там вот именно живет на помощи на какой-то но ты это все-таки напитался и причем ты пришел на канал он бесплатной ролики бесплатный попитался и в принципе действительно ты ничего не говоришь даже спасибо закрываешь и в принципе тебе ничего тоже не говорит действительно то же самое проповедник он тебе не может рассказать а ролики всего открытом доступе ты то напитался и действительно себя благодарит что моя любовь там это Daniel какую я сам город да нет вот именно само открытие вы же вперед все открыто это не продается это все бесплатно действительно это хлеб небесный и господь сказал даром получили даром давайте и действительно истинные ученики христовы проповедники евангелия царства божьего учительства вода знания. Они действительно искренне, они любят, и они делают это добровольно. Но, я говорю, жить на что-то надо. Иисус об этом прямо сказал. Павел потом не зря тоже защищал эту жизнь учителей, апостолов, благовестников, что они достойны пропитания. Каждый трудящийся. И действительно, я говорю, вы же, получается, помогаете в этом плане? Я говорю, пусть вы только слушаете этот ролик нового завета, Евангелия, допустим, а кто-то нового. Но я-то его могу записать только благодаря тому, что я могу этому посвятить свою жизнь. Только благодаря этому. Как записать все эти ролики? Как записать Ветхий Завет, Новый Завет? Причем, я говорю, в идеале, действительно, Евангелие это отдельное вообще. Это отдельно. Вот у меня планы, я говорю, Новый Завет, Евангелие, раз в 9 утра. Кто слушает? В 12, как я называю, как это в православной церкви называется, Евангелие и апостол не зря читается на богослужении. То есть, Евангелие и послание – это разные вещи. Книга деяний. В смысле, деяние и послание апостолов. Евангелие надо отдельно всегда читать. Послание отдельно. Не зря в той же самой ортодоксии, православии, католицизме. Типа, главу из Евангелия, главу из апостолов сами. И на богослужении, и типа, для домашнего чтения. И я хотел бы так же. Я говорю, для этого надо очень много времени и очень много сил. Как многим кажется, это ерунда. Я уже много раз говорил. Я и готовлюсь, на самом деле. Я хоть там потом опять говорил, когда я действительно не готовился. Опять я вошел в то же самое русло. Опять по полной программе у меня все. Все те же самые тексты. Я к ним готовлюсь, я их готовлю. Все параллельные места, переводы и прочие вещи. Все изучаю, исследую. Пока сам читаю, мне Господь что-то открывает. Все это надо обработать. Все это надо подать картинки. Их надо найти, обработать, вставить, загрузить. То же самое с роликами. Потом, когда записываешь, монтируешь, выгружаешь. Его в Ютубе, кто знает, надо обработать. Опять эти значки. Его надо сделать. Его надо где-то ему картинку соответствующую найти. Его надо загрузить. Ему надо теги приписать. Надо описание дать. Все там данные вбить. Чтобы он хоть как-то на Ютубе, как это называют, ранжировался. То есть в поисковой системе по запросам отображался. Все это надо делать. Без этого никуда. Сайтом надо заниматься. Всеми писаниями надо заниматься. Я говорю, дальше у меня идет в 6 часов вечера Ветхий Завет. И в идеале я бы хотел начать апокрифы читать. Сейчас я выкладываю два ролика по Ветхому. А так бы в идеале, может, и одного бы хватило, а в 9 часов выкладывать апокриф. И то в 3 часа я бы мог дня выкладывать апокриф по Новому Завету, а в 9 по Ветхому. И уж если еще вот такие, а еще такую надо проповедь записать. Я уже сколько говорю, небось опять? Ну вот, уже больше часа. Я сегодня записал апокрифы Евангелия Иакова о рождении, о жизни Девы Марии. Два с половиной часа говорил, у меня в горле все пересохло. Были кое-какие свои дела. Вот сейчас сел, пишу этот ролик. После него надо отдохнуть, все это загрузить, написать, обработать. И опять сесть дальше работать, готовить. И опять записывать. И так целый день, точно так же, как у всех проходит. И конечно же, я стал понимать, я говорю, пусть это всем не нужно, но ведь кто-то на это напорится-то. Я говорю, а сколько мне осталось? Почему я так рьяная? Я вообще, кто знает меня, я в этом плане фанатик. Я говорю, почему меня на работе там ценят на любой? Все, я если, и плюс мне, я говорю, я знаю, что если я чем-то другим, я пробовал двумя вещами заниматься, не получается. Не получается. И кто знает, ты нигде ничего не добьешься, нигде не будешь тебя ценить, если ты не будешь делать все качество, я говорю, как фанатик, действительно отдавай своему делу. Поэтому это все невозможно. Вот поэтому вот так вот. Я вот даже не знаю, что я все сказал, не все сказал. Поэтому на данный момент, вот сегодня, какой у нас там, 10-11 сентября, что-то не помню, 11 сентября на день записи этого ролика, я опять полностью ушел в служение. Я считаю, да вы знаете, это вот как вот с исцелением, с этими называются воскрешение мертвых, исцеление больных, с даром слова. Он у тебя либо есть, тебе либо дал Бог, либо нет. Ты не спрашиваешь, он просто есть. Я думаю, что сомнения, что у меня есть дар слова, вряд ли у кого есть. Знания. Вы-то сами все прекрасно знаете. Конечно, это мое. Сказать, что кто-то из зависти думает, что мне это приносит только удовольствие, далеко нет. Это такой же труд. Это труд. Вот, труд говорить. У меня тоже все болит бывает. Я даже сейчас сижу, у меня живот заболел почему-то. Хотя и не на голодный желудок все это. Может, наоборот. Я только пообедал. После обеда пишу ролик. Все это то же самое. И кто знает, работа тяжелая. И на ногах стоять, и на кресле сидеть. Все, кто на креслах сидят, начиная от водителя, кончая офисными работниками, геморрои, сколиозы, болезни спины, шеи и прочее. Кто на ногах, так у этих ноги, что там вот эти все, вены вспухшие и прочее, прочее. У начальников нервы, стрессы, все то же самое. Работы нет легкой. И это тоже точно так же. Я точно так же себя понуждаю. Но у меня и другие, я многие другие работы с удовольствием работал. Я говорю, я и руками с удовольствием работаю. Просто любая работа, любое хобби, вот когда это было хобби, грубо говоря, я познавал, тогда да, сейчас это работа для меня. Но я работой не называю, работой от слова раб и плюс заработок, да. Я не зарабатываю этим, и я не раб. Но я тружусь. Я труженик в этом плане, на Неве Христовой. Господь, помните, говорил ученикам, молитесь, чтобы выслал. Нужны нам эти жнецы? Нет. Ценит кто-нибудь? Нет. Так что вот так вот. Так что вот так вот. Что еще сказать? Так все рассказал. Я хотел рассказать о своих планах. В принципе, хотел действительно, кто хочет участвовать в моей деятельности. Кто считает, что я делаю дело благое, полезно. Останется она, как я там сказал вначале, может, он показался опять тщеславным. Кто меня запомнит? Вы думаете, мне надо, чтобы кто-то меня кем-то запоминал? Я когда там буду, надеюсь, что я там буду с Иисусом, если он меня сюда еще раз не пошлет, вы знаете, я вряд ли там о чем-то буду о земле помнить. Я помню, ничего не хочу. Я буду со своим творцом, учителем, другом, женихом, отцом и матерью. Он все для меня, Иисус. Мне думаете, что-нибудь надо будет? Ничего не надо. Я уже в этой жизни с ним встречался и знаю эти переживания. Тебе ничего не надо будет. Ты ни о чем не вспомнишь. Поэтому я так сказал, как бы я хочу. То есть, действительно, просто если тебя будут действительно вспоминать, то значит, ты сделаешь что-то теплое, хорошее, светлое. Действительно, мне хотелось бы так. Все, что мне хотелось бы остаться в сердцах людей. Причем о чем? Тот, кто благоуствовал истину. Вот и все. И, конечно же, сейчас такая деятельность, она без этого невозможна. И я говорю, это здорово. Это здорово. Я говорю, зачем мне вот это вот, вот 80% в своей жизни посвятить чему? Собиранию кирпичей глиняных, как в Египте и Израиль. И чего? И 10% уделять проповеди. Уставший. Ничего сам уже не познающий, не вспоминающий, не имеющий возможности самому даже поназидаться. Настоящий учитель всегда учится. Это тоже факт. Вы думаете, у меня прям гениальная память? Я все забываю. Тоже забываю. Тоже надо в памяти освежать некоторые моменты. Вы-то собираете сливки. Чтобы эти сливки подать, мне нужно трудиться. Я тружусь. Да, я не работаю. Да, я не раб. И я не зарабатываю этим. Но я тружусь. А трудящийся достоин пропитания. Поэтому я хотел вот такое слово сказать. В принципе, у меня две цели. Во-первых, ответить тем, кто мне не раз писали. О, какие-то там деньги просят или еще что-то. Я ничего не прошу. Кто хочет. И я верю, кстати, вот моя деятельность сейчас. Я верю, что Бог, Господь мой Бог наш Иисус Христос, через своих детей, братьев и сестер моих, отцов и матерей моих, не оставит меня. Это раз. И вот я хотел поэтому ответить и тем, кто меня там в чем-то обвиняет. И вообще мыслит о том, что там вот проповедники. Я говорю, почему-то вспоминаю только куски там из апостола Павла, где он там пишет, что в одном месте в Коринфе он там действительно прожив полтора года, круглый год, зима и лето, ему особо делать нечего было. И он там, его, естественно, приглашали, присовокупляли, как хотите, привлекали к работам, давали работу. Он действительно работал, не отказывался по возможности. Сразу на все Евангелие переместили. Почему-то забыв о том же самом Иисусе, который, выйдя на проповедь, уже нигде не работал, уже питался тем, что ему подавали, помогали. Ему служили богатые и женщины, и мужчины. И им с сундучком они ходили, и все туда складывали. Да, они сами старались не пользоваться, точно так же, как и я, с тем сундучком, который вот для кого-то собираю. Никогда у меня рука не поднимется оттуда, что-то взять. Все, что через меня присылают, меня в чем только не обвиняли, что я там и себе собираю караул. Я, конечно, с тех, кто ко мне обращается, я всегда стараюсь попросить, чтобы они видеообращение свое сделали, чтобы видно были. По возможности даю их прямые координаты для России, чтобы им, пожалуйста, на карточку там пересылали. Мне это не жалко, наоборот. Просто опять же проблема потом, почему пересылают им, спрашивают у меня, дошло, не дошло. Поэтому я иногда даже стал делать, я говорю, вышли все мне, мне так проще будет, и будете через меня связь сдержать. Вот, и все. И плюс, конечно, когда за границей шлют, это целая проблема с переводами, кто знает. Вот, а у меня, и благодаря той моей интернет-деятельности, удаленной этим всяким работам по дизайну, по сайтам, у меня есть всякие кошельки вот эти просто. Поэтому все есть. И кто, я говорю, в этом плане доверяет, я все это, естественно, у меня не покусится рука моя у вдовицы там, или у нуждающихся, что-то там взять. Ну и что, с меня... Причем, более того, когда мне высылают, я все отдавал-то свое. То, что мне... Он говорит, нет, это вот тебе. Никому не отдавай. Там, купи себе то-то, 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 поешь там. И я это все отдавал. Конечно, это проверить, как я вам буду доказывать. Причем, кому ничего не докажешь порой, что ты ему... Я могу все чеки сбрасывать, какие там я и так сбрасываю, которые пересылаю вот там в группе. Вот, так что вот так вот. Я хотел, конечно, ответить, я говорю, и тем, кто меня там вечно... И подобных мне обвиняют в чем-то. Вот, эти люди, конечно, либо хотят просто приткнуть, я уже давно это понял. Я говорю, если я тогда соблазнялся, теперь я укрепился. И я действительно, если я в этот раз опять там... Ну вот, я опять решил так этим заниматься, понадеяться на Господа. Если Божьей воли не будет, я это увижу в том, что меня просто не будет поддерживать. Вот и все. И оно само по себе все заглохнет. Помните, как один из стенок Синдрена сказал, когда Петра-то взяли, Исааком потом отпустили, когда они ездят, сидят. Если это не от Бога, их дело само разрушится. Вспомните того-то, того-то. Вот и я так же. Если это будет не от Бога, если меня не будут поддерживать, ну, понятно, придется идти. А если будут поддерживать, я увижу в этом руку Божью. Вот и все. Уж понятно, я не ангел. Мне нужно что-то есть, мне нужно что-то пить, мне нужно куда-то ездить. Могу я так же прибегать и к медицинским средствам. Так же лечу и зубы, которые вечно у меня разваливаются тоже. Так что, конечно, я ни от чего не фанатею и максимум стараюсь уповать на Бога, но тоже мне нужно. Я говорю, одежда и трусы, и носки, и все разваливается тоже. Все у нас сейчас некачественно, что не покупаешь. Что-то разбивается, лампочки перегорают, оборудование портится. Так что, при этом я говорю, я не скрываю, не стесняясь никого, что я и отдыхаю. Я говорю, тот же самый велик мне подарили. На тот же самый велик он голый, что-то хотелось мне купить, какое-то доп. оборудование. И люди помогали, я что-то себе позволяю. Я такой же нормальный человек. Поэтому вот так вот. Так что вот так вот. При этом я хотел ответить и, в принципе, действительно, более конкретно объявить, что кто хочет, действительно, если вы будете поддерживать. Потому что, конечно, я говорю, я не ангел, я человек, мне это необходимо. У меня копейка еще есть с моих заработков, но это буквально копейка разойдется уже, не знаю, в последнем месяце, наверное. Месяц на два я растяну, все. При этом ко мне все время обращаются нуждающиеся, я не могу отказать, а у меня уже все, ничего не осталось. И действительно, нести такое служение и делать его, как делаю я, для этого нужно время. И я говорю, желательно уделить этому все время. Ну, вообще, если вы видите в этом пользу, то сами все знаете. Вот и все. Если кто-то переживает, что пришлет мне больше там, или что мне там миллионы посыпятся, поверьте мне, Бог устроит так, что вокруг меня ровно столько же будет нуждающихся. А я себе возьму столько, сколько мне нужно. А нужно мне в этой жизни совсем немного. У меня давно, вон, как я говорю, собраны чемоданчики, я хоть завтра туда отправлюсь. Я об этом мечтаю давным-давно, но, к сожалению, приходится вот топтать нашу грешную земельку. Вот так что вот так вот. Поэтому вы не переживайте. Я говорю, кто сколько хочет, помогайте. Десять, сто рублей, пятьсот рублей, тысячу рублей. Я думаю, они есть у каждого, если вы меня слушаете, если вам польза назидательная. Я говорю, если вы сами даже немного слушаете, но понимаете, что другим это полезно. Вам просто столько не нужно, у вас столько нет времени. Но вы всю мою работу видите и знаете, и понимаете, что действительно кто-то через это может прийти. Я говорю, доберемся до всего. Я время найду от этого фундамента, от разрастающего дерева, какое максимально полезно. Уж все перечитаем, все апокрифы, все это. Хотя, я говорю, эти ролики в интернете, они не только для вас, они для кого-то. Павел стал всем для всех. Я говорю, может быть, кто-то это. Я говорю, почитаем исторические какие-то. Из предания церкви уже нового завета. Как было все это. Я постараюсь кратко сливки показывать. Первый, второй, третий, десятый, пятнадцатый, двадцатый век. Кого-то это может тронуть. Его, может, не трогать, это сегодня тронет завтра. Мы не знаем, как все это происходит. Поэтому все, действительно, кто хочет, я приглашаю поучаствовать в моей награде. Действительно. Но это, на самом деле, вы знаете, как я к этому отношусь. Бог никаких наград, медаль раздавать не будет. Действительно, люди... Мы, по-моему, проповедуем любовь. Значит, мы это просто все делаем. Делаем бескорыстно, честно. И сходить поучаствовать. Мне с вами делить нечем. Все, что Иисус даст, оно каждому Он просто даст. И вы, действительно, в этом и свои сердца, значит, умягчили. Вот и все. А поделиться святостью нельзя будет в Небесном Царстве. Она просто либо есть у человека, либо нет. Ну как можно поделиться? Вот ты добрый, он злой. Ну как? Можно только свои к нему поступком добрым его растопить. А просто это... Вы помните, да? Эту притчу Иисуса о девицах с елеем. Ну как? Они почему... Это же притча была. По идее кажется, ну что же они такие жадные, многие соблазняются. Не отдали им своего елея, им бы, может, всем бы хватило. Это, конечно, притча. Это образ того, что внутреннюю природу, свое, качество, ты не можешь их передать другому человеку. Ты их можешь только сам в себе изменить, взрастить, воспитать. Поэтому как ты передашь любовь, добро, милосердие, вот именно вот это все? Никак. Оно проявляется все в поступках. Вот так вот. Ну вот такой ролик уже все я выложил. Все, что думал, сказал. На этом у меня все. Пишите ваши мысли, комментарии, размышления. Я буду рад всегда очень почитать их. Можете и покритиковать, если это я говорю без действительно каких-то личных всегда оскорблений, наездов, что ты просто говно. Сребролюб, что-нибудь такое. Начнут я, конечно, в таких бане. Чего мне с такими людьми общаться? Я говорю, мне моя жизнь известна, моим окружающим тоже. Это просто все поношение, причем зачастую незаслуженное. И ничего ты через них не приобретаешь. Кроме боли на сердце от злых людей, как говорят, там, смирение какое-то. Ну, я и так смирен, я же ничего не отвечаю. Ну, и целыми днями это слушать, читать. Об этом я тоже много говорил. А у кого какие мысли, пожалуйста, я буду рад почитать, как вы видите, что знаете. О себе вот так. Все, на сегодня все. Всех целую, обнимаю. Всех всегда рад видеть на своих каналах. О заповеди мы сегодня уже с вами говорили не раз. Завет один мы заключили. Не из-под палки, а из любви к Иисусу, к истине, к любви. Из любви к любви любить всех людей. И врагов, и проходящих, встречающих на пути нашей жизни, и любящих, естественно, нас. Особенно своих, по вере. Ну, а если ролики нравятся, конечно, кстати, участие, соучастие, не только стакан холодной воды. Вот именно, что если вы действительно со мной согласны, солидарны, что если мы с вами единодушны, единомысленны. Если действительно вам кажется, что я, или вы в это верите, или признаете, абсолютно согласны, что я несу добро, свет, любовь, истину людям. Всегда вы можете поставить лайк, я говорил. Это любая реакция. Она Ютубом учитывается, анализируется. Это эмоции, вызываемые у зрителей, как бы для них. Это важно для алгоритмов Ютуб, чтобы видеоролики в сети лучше ранжировались, как это говорится. Ну, то есть, блин, ну, как это назвать, притоварь, конкурентноспособными, да? Вот, кто не подписан, впервые, может, попал. Всех буду рад видеть в числе своих подписчиков. А лучше даже друзей в социальных сетях. Можете меня всегда найти там. По имени Христолюб, я думаю, никого почти нет, всегда меня найдете. Ну, и в описании к ролику, к любому, там все мои координаты есть. На Ютубе, знаете, есть такая функция колокольчик. На нее можно нажать, и у вас будет прямо оповещение приходить при выходе каждого ролика. Чтобы вы их и не пропускали, не забывали. И, кстати, если вы их сразу тоже смотрите, прям после того, как они выходят, это тоже очень хорошо. Алгоритмами Ютуб для выдачи в поисковиках, в рекомендациях анализируется и учитывается. Пишите обязательно комментарии. Действительно, даже хотя бы простые спасибо. Или еще что-то. Хоть крестики, плюстики. Я говорю, это опять же очень... Во-первых, это для меня, конечно, обратная связь. Очень важна даже простое человеческое спасибо. Мне всегда теплом отражается на сердце. Мотивирует меня к дальнейшему служению. Ну, я говорю, не забывайте, что человек это полноценно. Помимо души у меня есть и тело. Это не спасибо, на самом деле. Действительно, мы с вами одна семья. Все, кто мне близок, кого я встречал на своем пути, кто любит меня, я всех вас, естественно, тоже очень люблю. Именно по-братски, по-сестрицки, по-сыновьи. Какого бы возраста вы ни были. Так что, и это не плата, естественно. Это мой кошелек, ваш кошелек. Поэтому я к этому так отношусь. Тут я тоже не считаю, что вы мне за что-то платите. Это даже не благодарность выражаемая в деньгах. Нет. Это действительно мы вместе делаем общее просто дело. Вот и все. Ну, и все эти ролики вы можете, я говорю, делиться. Потому что лайки, они не отображаются на вашей странице. А вот если вы ими делитесь на своих страничках, в соцсетях, тоже хорошо. Конечно, у меня мечта, я говорю, чтобы вы сами выросли, сами стали учителями, сами проповедовали. Вот. Но пока, если вы не такие, можете делиться. Не только у вас же на соцсетях, в страничках чего только нету. Поэтому, если буду появляться там и я, я думаю, что это будет хорошо. Ну, и всех всегда приглашаю на свой сайт. Там все тексты вы всегда найдете. И все та же информация, в принципе, сосредоточена, разделена для понимания, для удобства. Все. Обнял, поцеловал. До встречи, мои родные и дорогие. До встречи, мои родные и дорогие.